И обо всем по порядку. Вакцина от кори, наделавшая много шума в Казахстане, соответствует всем нормативным требованиям. К такому заключению пришли специалисты Национального центра экспертиз лекарственных средств. Но окончательные результаты своих тестов они обещают объявить только 20 апреля. Между тем, уже 4 мая истекает срок моратория на прививки от кори. Продолжится ли прививочная кампания и чем рискуют родители, если они откажутся от этой процедуры, расскажет Нургали Карабаев. Даже эмоционально устойчивому человеку спокойно смотреть на эту душераздирающую картину практически невозможно. На этих кадрах молодая девушка в агонии. У нее учащенное дыхание и судороги. А в это время медсестра продолжает разговаривать по телефону, одной рукой придерживая трубку, а другой – пациентку. Но увидев, что состояние девушки не становится лучше, на помощь приходят, видимо, родственники. Это только один случай. А таких по стране было довольно много. Подростки кричали, плакали, звали на помощь и даже падали в обморок прямо в больнице. После прививок от кори в пяти регионах Казахстана к медикам обратились почти 400 подростков. Основная часть пострадавших приходится на Мангисталскую область – 324 обращений. Затем идет Карагандинская, там 32 случая, в Атыраусской – 26, в Южном Казахстане – 12 и в Жамбылской области – 2 жалобы. Массовые обращения начались во второй половине февраля, когда первые прививки от кори получили подростки в возрасте от 15 до 19 лет. Для иммунизации в прошлом году правительство закупило миллион доз индийской вакцины. Как выяснилось, первоначально планировалось приобрести российские препараты. Только из-за внезапной вспышки кори у соседей сделать это не удалось. Все эти случаи заставили чиновников временно прекратить прививочную кампанию до 4 мая. А 20 апреля специалисты должны обнародовать результаты экспертизы вакцины. Но сегодня Министерство здравоохранения опубликовало первые данные тестов. Выяснилось, что препарат соответствует нормам. Психотерапевты, которые работали с госпитализированными подростками, утверждают, у детей всего лишь массовый невроз. До окончания моратория на вакцинацию осталось меньше месяца. И, скорее всего, подросткам вновь начнут делать прививки от кори, так как эпидемиологическая ситуация в этом году заметно ухудшилась. Если в первые два месяца прошлого года наблюдалось 37 случаев вспышки этой инфекции, то в аналогичном периоде текущего года врачи зафиксировали 705 вспышек. Правда, будут ли врачи вводить детям этот же индийский препарат, пока неизвестно. Впрочем, как и то, согласятся ли родители на эту процедуру.